Я сейчас смотрю на портреты недавних гостей нашей программы. Михаил Козинник, Павел Любимцев, Шалова Аманашвили, Сергей Естержемский. Они уже давно в разных точках страны, да, собственно говоря, в разных точках планеты, а вот послевкусие от разговора с ними остается до сих пор. Можно только позавидовать нашему сегодняшнему гостю. Ну и сегодняшний наш гость известный журналист и телеведущий, и писатель Игорь Оболенский, которому удалось взять интервью таких мегазвезд, что, мне кажется, у нас сегодня будет новый опыт. Вы знаете, для меня было главное, когда я находил своих героев, было не их знаменитость, а та невероятная жизнь, та невероятная судьба, которую они прожили. Я однажды, например, оказался в Толстовском фонде, это под Нью-Йорком, то, что основала дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, для иммигрантов из России. И я пришел в церковь, было много людей, какая-то женщина попросила меня поставить свечи, в возрасте она была. Супруга, вдова барона Врангеле. Дочь. Дочь? Дочь барона Врангеле. И когда она меня попросила проводить ее до дома, я подумала, ну почему же старушку не проводить до дома, и мы шли, говорили о какой-то глупости совершенно, я же не знал, кто со мной. И когда я пришел домой, мне сказали, вы познакомились с баронессой? Сказали, с какой баронессой? Ну как же, Врангель. Для меня Врангель это был, знаете, ну не Александр Македонский, не Наполеон, но что-то вот оттуда. На другое утро я уже в церкви ее ждал, и вот получил приглашение домой. Поэтому когда ее фамилия была Базилевская по мужу, и когда я рассказывал, что я вот встречался с Натальей Петровной Базилевской, я говорю, кто, зачем, кто это? И потом я говорю, ну она баронесса Врангель. И поэтому не все имена, может быть, вот из этой сотни, они такие суперзвездные, но они все крайне интересные. У меня вышла книга, одна из книг, называется «Близкие люди». Это воспоминания детей, внуков, вдов, жен, вот тех персонажей, которые создавали нашу историю. И чьи имена, может быть, и не совсем известны, но вот любовь, например, Павловна Горина, это была моя очень большая любовь, и очень жаль, что она ушла из жизни. Это вдова Григория Горина. И она, в общем-то, неизвестный персонаж, наверное, широкому зрителю, если так честно говорить, правда? Но когда я оказался в том самом доме, где родился тот самый Мюнхгаузен, обыкновенное чудо, формула любви, упоминальная молитва, я понял, что я вот присутствую, знаете, как вот вы перечислили имена ваших героев. Вот так же я сел на диван красного дерева, на котором до меня сидел Андрей Миронов, другие величайшие персонажи. Ведь для многих вот эта профессия интервьюировать, она затруднительна именно тем, что как выстроить разговор с ними? Вы знаете, какой-то секрет, вот как вам удается? Мне очень нравится, как Урмусот сказал, что если журналистов разделить на воинские звания, кто-то пишет репортажи, правда, кто-то очерки, вот он сказал, что интервьюер – это маршал. Потому что кажется, что, ну, записал вопросы, правда? Да, да, да. И задавал. Можно даже не слушать собеседника. Абсолютно. Многие так делают. Когда не очень хорошо знаешь язык, это помогает, потому что это написано же на, допустим, французском, да, а он же что-то отвечает, ты уже ждешь, когда же следующий. А он может вам говорить, что я на этот вопрос отвечать не буду, а вы говорите, спасибо за ответ и так далее. Я думаю, что здесь нужно, да, я не хочу открывать Америки, но узнать о человеке то, что ты на самом деле приходишь что-то узнавать, а сам уже очень многое знаешь. Нет, да ты узнал, а потом ты начинаешь разговаривать и чувствуешь, что там такие есть интересные места. Интерес, должен быть интерес. Должен быть интерес и, может быть, какое-то везение, когда оказался дома у Инны Генса, а Инны Генса – это невестка Лили Брик. Это легендарнейший дом на Кутузовском проспекте, где стены были увешаны перосманией, модильяне, шагалом. Ну, какое-то чудо просто. Я пришел к ней в гости, и она уже была тяжело больна, никого не принимала, но я только-только приехал из Тбилиси, и для нее слово «Тбилиси», потому что из Тбилиси был Катанян, ее муж. И когда я переступил порог этого дома, я сидел под ковриком, я спросил, а что это за коврик? Она мне ответила, ну, это коврик Владимир Владимирович Маяковский подарил Лили Брик. Спросила, а на каком стуле всегда сидела сама Лиля? На том, на котором вы сидите. Я встал тут же и сел на него снова уже с каким-то чувством. Я видел, что она плохо себя чувствует, и что как-то ей рассказывать не особо хочется. Коллекция невероятной живописи, а я до этого прочитал биографию Зильберштейна, это замечательный человек, который создал музей частных коллекций в Москве. Сейчас, кстати, открылась выставка к его 110-летию. И когда я сказал, вы знаете, а у вас дома, как у Зильберштейна, вот интересно, когда это все уйдет в музей, станет так же пуст? Он сказал, боже мой, а вы знали, вы читали о Зильберштейне? Понимаете? И по разговору пошел. Или когда я оказался в гостях у дочери Кирилла Зданевича, человек, который открыл перосмани. Потому что если бы не Зданевич, никто бы не знал никогда о перосмани. Когда я пришел к ней в гости, меня встретила такая женщина, внешне очень похожа на миссис Хадсон. Поставила передам тоже такую большую чашку с чаем и сказала, ну, значит, о перосмане меня не спрашивать, об этом все написано. Про папу все написано. Про Паустовского, который женился на первой жене моего отца, все написано. О чем вы хотите поговорить? И я набрался наглости и сказал, я не хочу не поговорить, я хочу с вами вам что-то не спросить, а рассказать. А у меня тогда вышла книга, называется она «Судьба красоты. История грузинских джон». Вот невероятные истории женщин, которые кто-то был фрейлями императрицей, кто-то был моделями Куко Шанель, кто-то был музами поэтов. И она послушала и сказала, ну, ладно, завтра в 11 я не могу, я не встаю так рано, ну, к 12 приходите. И я пришел и понял, что вот уже все. И получилась книга целая. Ну, а чем вы в дебютном интервью покорили Марию Миронову, наверное, все-таки не вопросом про сал с чесноком. Я думаю, во-первых, она была очень удивлена. Откуда я знаю про нее и про ее существование? Я помню, знаете, я пришел, когда к ней, в эту квартиру во Власевском переулке сидела такая императрица с сеточкой на волосах. И причем, когда я к ней первый раз пришел, я из-за двери услышал, как она кричит на врача. Думаю, боже мой, если она так разговаривает с тем, кого сама пригласит, уж со мной будет. Я нажал на звонок, врач был так счастлив, что я пришел, он убежал оттуда. Она меня усадила напротив себя, сказала, ну, а у меня как раз были вот эти самые вопросики, там, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, это было такое слабое, конечно, интервью, потому что я читала, ну, не читала, может быть, вопрос, ну, подглядывал. И когда она сказала, а что-то вам есть спросить, я вот такая сказала, а правда, что вы сало с чесноком любили, а вы же, как же диета? Ну, какой-то бред был совершенный. Но она, видимо, была так удивлена, что ну, такой вот какой-то вообще ребенок пришел и что-то еще знает про камерный театр, что-то еще. Она мне сказала, значит, так, тоже почти. Вот, сказала, приходите, покажите мне текст, если что-то еще. И я стал бывать у нее дома, не могу, не смею сказать, что мы как-то были дружны или нет, но были знакомы достаточно хорошо. И это была такая моя школа, я понял, что вот просто информации, что человек любит сало с чесноком, недостаточно для того, чтобы... Так вот, они же ведь понимали или нет, что вот их воспоминания, их вот эти ответы, они могут исключительно благодаря талантливому интервьюеру стать, ну, достоянием других, потому что немногие же сядут и будут писать мемуары, да, можно сказать, вообще единицы. Нет, они так не думали, они настолько знали себе цену. Да. Ну, что вы, конечно... Очень интересная история про Зиновья Герта, который не написал книгу воспоминаний. Все думали, ну, как вы могли, ну, как могли, Герт не написал. А объяснил Михаил Михайлович Казаков, он сказал, а он хотел жить, просто жить, просто помнить все довольное. Не заканчивайте. Да, или я, например, вот, счастлив знакомства с Марфой Максимной Пешковой, с внучкой Горько. И когда я ходил, записывал ее воспоминания, сказал, Марфа Максимовна, а вы-то почему не пишете? Она сказала, я буду тратить свою жизнь, мне 92 года, что я еще буду... Сидеть вспоминать? Да, зачем? Я хочу уже это время, которое у меня осталось, просто прожить. Знаете, у меня, например, Акуневская, да, Татьяна Акуневская, это же мега была легенда, была Орлова, Серова, да, но они были более на слуху, Акуневская, она же была репересирована, как-то более-менее забыта. Я звонил ей бесконечно, она все время отказывалась. И, в конце концов, мне так это надоело, я сказал, ну, очень не судьба. И хотел положить трубку, и услышал, а вот такими словами бросаться не надо, записывайте. Да, ну, была страшная история. Когда я подготовил интервью, огромное, она рассказывала про Раневскую, про Орлову, то есть про тех людей, которые были членами ее ближайшего окружения. И в газете не хватило места. И вырезали самые желтые, самые жуткие моменты. И у меня, правда, спросили, вы не против? Ну, мой ответ ничего не решал. Я сказала, конечно. И вышла. И она позвонила главному редактору, сказала, это идиот какой-то приходил ко мне. Что это такое? Он написал только про Раневскую, правда там или неправда, про то, как Орлова сидела на диете, что-то еще. Я же не мог ей доказать, что... Так сложилось, да. Но в итоге я очень рад, что вышла книга, вот в книгу я помню. А слушайте, они же ведь между собой-то многие ваши герои связаны. Да. Многие ненавидели друг друга. Да, да, друг друга они могли ненавидеть. А как бы о вас передавать какую-то информацию не принято было? Поинтересоваться, что, дескать, там за этот молодой человек такой... Я бы начал немного с другого. Вообще взять интервью, это легко сказать. Но когда речь идет о людях такого уровня, такого статуса, такой известности, наверное, надо употребить слово добиться интервью, особенно если твое имя никому еще ни о чем не говорит. Как вот сложилось это в самом начале? Ну ладно, Миронова была соседкой, слава богу, вам сильно повезло. А дальше? У меня много хороших соседей, но не все они давят интервью, да. Это тоже Урмусот прекрасно сказал, что это один из классиков нашего интервью. Он сказал, что от номера телефона до интервью столько же, сколько от Москвы до Чикаго. Потому что кажется, что, о, у меня номер телефона, все. Хотя у меня было время, я работал в газете, мне нужно было, мне тоже было лет 20, и мне нужно было каждую неделю делать интервью. И у меня был список телефонов, и я садился, я просто звонил тому, говорит, здравствуйте. Кто-то отказывал, кто-то принимал. И я вот так под дурачка немножко это все происходило. А что касается отношений героинь... Ну да, и передача, что-то придет к тебе, дескать. У меня была мечта сделать интервью с Любовью Соколовой. Я не знаю, может, я сейчас называю имена, которые молодому поколению неизвестны. Любовь Соколова – это киномама. Это вот та, которая играла во всех фильмах маму. В фильме «Карнавал» она играла маму. В фильме «Ирония судьба» она играла маму «Барбары Брыцкой». Доживем до понедельника, она играла маму там какого-то двоечника. В общем, она всегда играла маму. И мне очень хотелось с ней познакомиться, потому что у нее такое родное лицо. Я помню, когда я пришел к ней домой, и она открыла дверь, я говорю, боже мой, это вот вы, это она. Но я к ней шел для чего? Я знал, что она дружит со всеми легендами, которые для нее были легендами. Сеть набрасываем. Люба, Маша, Оля, там и так далее. И мне хотелось познакомиться с любовью, с Лидией Смирновой. Они были подружками. И тогда позвонил, сказал, вот к себе придет парень, слушай, какие-то вопросы интересные задает. Прими, пожалуйста, его. И я пришел к ней, хотя она и на офисной Ельцине мне рассказывала. Она дружила со Смирновой, с Ладыниной и с Кларой Лучко, которые жили в одном доме на Котельнической набережной. И когда она бывала у кого-то в гостях, они просили, не говорите, пожалуйста, что вы были у меня, потому что вторая будет невидно ревновать. Так что отношения высокие присутствуют и везде. Но женщины все-таки ваши любимые собеседницы. Да, 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 да. Это так, хотя... Я писал о лучших людях, а лучшие люди это женщины. И что такого есть в женщинах, что они вот для вас такие... Лучшие. Это эмпирическим путем? Не, вы знаете, это, конечно, всегда, ну, какое-то вот складывает. Не со всеми, не буду обманывать. Но, как правило, вот возникает какое-то поле. Я вообще очень счастливый человек в этом отношении, потому что я никогда не брал интервью, потому что надо, вот надо, иди. Я выбирал своих героинь сам. И как-то всегда... И вот не расскажу, вы знаете, это как... Мне очень нравится такое высказывание, что когда любишь, да, это искусство, а когда любишь за что-то, это наука. Вот я всегда занимался искусством. И поэтому я не могу сказать, что вот какие-то вот арифметические формулы почему-то... Ну, ведь с женщинами непросто. Конечно. Особенно с великими и знающими себе цену. Да, конечно. И я думаю, что были какие-то моменты в ваших интервью, когда вы понимали, вот, честно, просто не ходить туда. И шли, потому что иначе... Да, Вишневская, конечно. Галина Павловна Верия. Боялся ее так, как не знаю, но Вишневская, я понял, что это Вишневская, что я должен. Это факт биографии. Было крайне, очень страшно. И... А у нее просто голос такой. Она, может, и не злая, но голосом таким. Я помню, когда я пришел к ней, как оказалось, за полгода до ее ухода, я вдруг почувствовал, что этого льда в голосе больше нет. Я сказал, Галина Павловна, а вы что, мягче, что ли, стали? Вы подобрели? Она сказала, да, я тоже замечаю, что вы что-то... Да. Хотя нет, у меня были очень интересные и мужчины, собеседники, и у многих я учился. Вот Виталий Акчевульф, который фактически я считаю одним из своих учителей, потому что... Ну, я видел, как он готовит программы, я видел, как он рассказывает о своих героинях, с каким чувством, даже зная, может быть, какие-то истории, да, но не всегда рассказывать. Вот сегодня я в Нижнем Новгороде буду рассказывать о женщинах Булгакова. Я вам скажу честно, я боялся очень Михаила Афанасьевича и Ирины Сергеевны. Мистика! 99% что это есть. Вот насколько все рассказать и что-то оставить за кулисами, потому что у Ирины Сергеевны Булгаковой после Михаила Афанасьевича была очень, скажем так, литературно яркая личная жизнь. В восприятии широкого зрителя она такая вдова навсегда. Она не была вдовой, она не была вдовой. Был очень громкий роман, например, с Александром Фадеевым, из-за чего Ангели Носин-Степанова имя Булгакова даже слышать не могла. Самое главное, я понял, что я буду это рассказывать с любовью. Не с желанием снять какие-то покрыты, да, разоблачить. Да, 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 с желтизмой. Абсолютно. Потому что почему-то думал, думается порой, что интересно бывает только то, что вот сенсационно, ничего подобного. Интересно бывает то, что правдиво. Правда, Булгаков говорил, что самый лучший выдумщик – это жизнь. И вот про эту самую жизнь не так сказать. Ну вот с мистикой же интересно. Ваши эти женские образы – это то, чего, может быть, сейчас очень-очень не хватает и нужно. Когда роль женщины в том, чтобы быть женщиной. А что такое женщина? Это я себе могу представить со времен этого семидесятилетнего уравнивания в правах, там, и желание женщины занять не свое место. Что произошло с целым поколением, которые даже не понимают, не ли Любрик, возможно, да, ни женщину Булгакова, ни одну, ни другую. Что вам-то до них? Вот что вы там увидели? Потому что на бытовом уровне – это на красота. Вот так на бытовом. Слушайте, один поэт, другой писатель, третий музыкант, и они купаются в этом. Что в них такого? Почему это особый талант быть? Вот женщиной, музыкой. Вот как вот они это? Они это вот, по-вашему, осознавали или осознают? Ну, конечно, мудрые это осознавали, собственно, поэтому они и вошли в историю, потому что, посмотрите, Михаил Афанасьевич Булгаков, три жены, правда, но только одна стала Маргаритой. Потому что вторая его жена, она как-то пригласила гостей, а он писал. И она громко патефон завела. И он сказал, Любочка, нельзя потише немножко? Я работаю. Он сказал, тоже мне Достоевский работает. Ну, ничего. Понимаете? А у нее был шанс. Причем, между прочим, Маргариту, он отчасти писал из нее. Так что такой миф, который мы сегодня разоблачим, что Маргарита – это только Елена Сергеевна Булгакова. А Елена Сергеевна, она поняла, кто послан ей. И поэтому она осталась вот той самой Елене Сергеевной. Это даже название своего спектакля «Елена Сергеевна в одно слово», потому что Елена Сергеевна стала таким именем-нарицателем для идеальной писательской жены. Вот все мы, те, кто пытаемся писать книги, и все мы хотим, конечно, Елене Сергеевну в одно слово, правда? Не, ну как же, идеальная писательская жена – это не та, которая тихо, значит, супчик там… Нет, идеальная писательская жена – это все равно, что идеальный интервьюер, который приходит на беседу с вами, с таким интересом вас слушает. Может быть, он в это время в голове, она думает, что купить завтра и платье перешить или не перешить. Но она так тебя слушает, говорит, а что ты написал сегодня? Софико такая? А ты говоришь, такая, да. А ты, к сожалению, ничего не написал. Как? Завтра? И ты думаешь, боже мой, боже мой. И ты начинаешь писать что-то. Конечно. А вы живете, я так понимаю, в Москве и в Париже, но главная ваша любовь – это Грузия. Как раз я вспомнила Софико. Но все-таки эту любовь к Софико почувствовали через Грузию или наоборот Грузия появилась тогда, когда появилась? Нет, Грузия – это вообще была страна, которая вошла в мою жизнь в 12 лет. Никогда я ничего про Грузию не знал, но я сказал почему-то родителям, что если я женюсь, то я женюсь на грузинке. В 12 лет? Ну так бывает. В 12 лет? Это было в 12 лет, но Александр Николаевич Вертинский, когда в 15-м году приехал в Тифлис, он только-только с фронта вернулся и давал концерт. И так его приняли, даже на сцену вывезли автомобиль, сделанный из цветов. И Вертинский в 15-м году сказал, если я когда-нибудь женюсь, только на грузинке. Прошло много лет, и в 43-м году он оказывается в Шанхае. И на застолик им сидит красивая девушка. И он подсаживается, и как потом говорит, и навсегда. И говорит, а как вас зовут? А меня зовут Лиля. Но меня вообще называют Лила, потому что в грузинском языке буквы «Я» нет. А при чем здесь Грузия? А я грузинка. Он сказал, да, тогда я буду вызывать Лила, а вы меня зовите по-грузински Сандро. И вот, пожалуйста, он исполнил свое обещание. А я Грузию потом уже осознанно полюбил благодаря Софико Чаурели. Я даже написал книгу, она называется «Мемуар о наших грузин» Нани Бубе Софико. Я заставил вспомнить о своей жизни Нани Бригвадзе, Бубу Кикабидзе и Софико Чаурели. Потому что уникальный случай, когда достаточно назвать имя Нани Бубе Софико, мы понимаем, кто не надо говорить. Знаете, когда у нас иногда говорят «известный писатель», если он известный, не надо говорить «известный». Либо ты известный, либо ты не… Либо ты Аболенский, уж что там. Ну, вы знаете, когда мне говорят, а вот расскажите, пожалуйста, про вашу родословную и так далее. Про Корнетов. Да, про Корнетов. Не, ну тогда, фу, о чем мы начали? Если вы звоните, то говорят, здравствуйте, это Аболенский. Аболенский. Аболенский, да, это такое было. Здравствуйте, это Аболенский. Знаете, Василий Сталин решал все вопросы, когда он звонил и говорил, с вами говорит генерал Василий Сталин. И все, можно было дальше уже ничего не говорить. А вы говорите «здравствуйте». Нет, ну я думаю, что все-таки надо еще заслужить, чтобы я звонил и что-то было. Поэтому нет, я стараюсь все-таки… Ну, так и фамилии, как она носится, как она вот… Ну, та же, как нос или ухо. Нет, не жмет? Нормально? Абсолютно незаметно, да. Я ничем не обязан этой фамилией. Я хочу, чтобы фамилия была обязана мне. Поэтому вот оправдывать. Он, например, Константина Михайловича Симонова, по матушке, он был Аболенский. Мне кажется, Аболенский прозвучало потому, что вот это был сын Симонов, правда? Так что я очень хочу, чтобы мой сын тоже чувствовал гордость за то, что папа что-то сделал. Не тоже Аболенский, а потому что папа написал то-то, 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 снял такой-то фильм, сделал такую передачу. А когда ваш сын или ваша жена действительно невероятно восторгают с вами, как они вам об этом сообщают? Когда моя книга была экранизирована, мне очень хотелось, чтобы этот фильм смотрел... А в качестве ведущего я выступал, и мне очень хотелось, чтобы мой сын это увидел. Я всегда словно случайно... А ему было пять лет тогда. Подводил его к телевизору. Он говорит, папа, я тебя люблю, не за это, сказал он мне. Я говорю, ну тогда иди играй, если не за это, хорошо, спасибо, что... Ну, я не могу сказать, что меня как-то чрезвычайно они расхваливают. Хотя сейчас у меня ребенок очень хорошо рисует. И сейчас я делаю книгу о Тифлисе с его рисунками. И я ему говорю, как ты думаешь, вот стану я великим писателем? Он говорит, ну ты знаешь, с таким художником, в принципе, ты на пути к этому. Я говорю, ну а история... А Боленской? А сама история, я сейчас написал одна из историй, она связана с именем Товстоногова и Басилашвили. И я семилетнему мальчику рассказываю, как Басилашвили приехал в эвакуацию в Тифлис и пошел на спектакль Георгия Товстоногова. Думаю, ну либо заснет, что тоже неплохо, либо послушает, что-то можно... И на другой вечер он мне говорит, папа, ты мне расскажешь еще одну историю? Еще раз историю про режиссера. Я говорю, какого режиссера? Ну вот вчера фамилию он не запомнил, но думаю, значит, чем-то цепануло. Я говорю, а ты думаешь, неплохая история? Ну если мне понравилось, то читателям понравится... Вот, так что вот он у меня такая, камертон. А жена, она, конечно, первый мой читатель, слушатель. Да, я очень прислушиваюсь, конечно, к ее мнению. Такая, знаете, порой пишу, и думаю, как я хорошо написал. А она говорит, что это вообще за чушь там? Я думаю, да, наверное. А начали обижусь, как не поняла. А утром пересмотрю, думаю, да, все-таки, наверное... Возвращаемся к разговору о Грузии. Вы приглашаете людей в путешествие из Тифлиса в Тбилиси. А вот какие станции этого путешествия, какие его сюжеты? Невероятно! Я так благодарен Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Опять? Да. Потому что я раскрыл такую историю тифлисскую, благодаря Михаилу Афанасьевичу Булгакову, я не понять, я о ней не знал, скажу честно. Булгаков в 28-м году отправляется в Тифлис вместе с своей второй женой, та, которая не Достоевский. И понятно, что ей было интересно кофе. Она говорит, Миша, хватит уже там, пойдем пить кофе. И сказали, идите во французскую кондитерскую. И они пришли в эту кондитерскую, и француженка держат. И Любовь Евгений начинает говорить по-французски. А девушка говорит, а я не понимаю, по-французски это моя бабушка говорит, а я вообще родилась в Тифлисе. И так случилось это знакомство. Девушку звали Марика Чимишкян. И Булгаков говорит, а вы можете стать моим гидом по городу? И она говорит, ну конечно. И они нанимают машину, отправляются кататься, а она до этого показывала город Маяковскому за год до этого. И поэтому она была привычна к тому, что гид, и все ее увлекались. Маяковский туда тоже приходил кофе пить? Маяковский ведь родился в Грузии. Да. И поэтому он часто бывал, у него даже спрашивали. Нет, это такое удивительное совпадение. Да. Дальше они расстаются, и Любовь Евгеньевна говорит, запишите наш адрес, будем переписываться. И она берет адрес, но и вдруг получает письмо от Булгаковых. Первое, второе, и потом она пишет. Я еду в Ленинград, Михаил Иванович говорит, я тоже приеду в этот день. И они встречаются в Ленинграде, потом едут в Москву. В Москве их уже встречает Маяковский, который говорит, я Марику хочу взять к себе. Булгаков говорит, она едет со мной и забирает ее чемодан. Маяковский подходит и говорит, а можно ваш билет? Она дает билет, и он говорит, а билет будет у меня. Все равно не заберет. И вот это история. Потом Марика возвращается в Тифлис. Начинается невероятнейшая история 20-го столетия, связанная с именем Булгакова, Маяковского, представителя компании «Фиат». Потом Марика переезжает в Москву, выходит замуж за Сергея Ермолинского, это драматург, соавтор сценария фильма «Машенька» был такой знаменитый фильм в сутковые годы, который был репрессирован. Во время войны она возвращается в Тбилиси, ну и так далее, и так далее. Я уверен, что сейчас у меня будет очередное путешествие, и я уже своим гостям покажу. А до этого я, например, расследовал историю, связанную с Петром Мичем Чайковским, который стал невольным свидетелем двух громких самоубийств в Тифлиси. Даже называется мой рассказ «Два выстрела в Тифлиси». Вот это ведь не придумано, наверное, что там есть такая энергетика особая, которая заставляет думать о том, что действительно что-то есть. Вы это знали или вы это умеете чувствовать? Ну, я думаю, что мне хочется верить, что все-таки есть, наверное, какое-то вот ощущение. Я сегодня ехал когда из Москвы, и я думаю, боже, останавливаться поездом. Какая, какие красивые храмы, что же за город такой? Владимир, а потом я думаю, ага, Владимир, конечно. А потом едут дальше, и у меня прям... Я понимаю, что эта церковь покрова не нырли. Я не знал, что я буду проезжать. Если бы я знал, я, может быть, бы подготовился, ну и какая ты... Почитал бы, да, да, да. А тут вот, ах, или когда я первый раз приехал в Нижний Новгород, и вдруг вот у меня что-то поднялось в душе, я помню, это Волга. Вот эти вещи, которые вот либо есть, либо нет. И то же самое происходит, конечно, в Волге. Я записываю именно воспоминания тех... Сейчас я вот приеду в Стамбул. А все-таки вот в чем природа интереса читателей, слушателей, телезрителей этому жанру? Ну потому что, во-первых, благодаря этому мы узнаем какие-то штрихи того, о чем мы не знали. Потому что все-таки мы все прожили кто-то больше, кто-то меньше в стране, которая называлась Советский Союз, со страшным явлением цензура. И поэтому, когда мы учили историю, или любую историю, литературы, культуры, по учебникам, и вдруг сейчас мы можем узнать, что же было на самом деле, то это раз. Это ваш мужской взгляд. Да, это мой взгляд. А женский, я вам скажу, покой, что так как по-другому нельзя получить сведения о тайнах женской жизни, которые настоящие, то те, которые настоящие, они каким-то невероятным образом волшебным, и вы знаете эту тайну, они именно эти книги и читают. И поэтому, когда вы, я не знаю, но вы что-то им такое передаете, потому что они рассказывают вам... Да, это правда. Это правда, я сам порой удивляюсь. И одна из моих удач, я считаю, это книга бесед с католикос-патриаршем всей Агрузии, Ильей Вторым. Потому что мне потом служители церкви говорили, что он рассказывал вещи, которые не говорил никому. И я вначале засмущался, подумал, может быть, не надо было о чем-то писать. Но, оказывается, Святейший читал, и он знал об этом и так далее. И я спросил, а почему, как вы думаете? Мы сказали, ну, может быть, просто потому, что вы с интересом слушали. Ну, я вот так, наверное, объясняю, что правда. Просто мне кажется, уважаемый Игорь Боленский, вы действительно знаете не просто тайны каких-то, может быть, вот этих сюжетов, которые вы распутываете, а вы на самом деле понимаете и тех, кто, возможно, вас придет слушать и читать. Мне кажется, что им невероятно повезет. Я очень надеюсь. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.